Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и приготовим кокосовый пирог с яблоками. Для приготовления нам потребуется 100 грамм кокосовой стружки, 3 яйца, 200 грамм сахарного песка, 200 грамм муки, 100 миллилитров молока, 150 грамм сливочного масла, 450 грамм яблок и чайная ложка с разрыхлителя теста. Тесто готовится очень легко и просто, ничего отдельно взбивать не надо. Смешиваем яйца, сахарный песок, сюда же добавляем мягкое сливочное масло, все перемешиваем в однородную массу, то есть даже не взбиваем, а просто перемешиваем лопаточкой. Сюда же добавляем молоко, еще раз все перемешали, добавляем муку, сразу все, добавляем чайную ложку разрыхлителя прямо в муку и аккуратно все перемешиваем. В конце уже добавим кокосовую стружку, в тесто добавляем кокосовую стружку, еще раз все хорошо перемешиваем. Само тесто готово, осталось подготовить яблоки. Яблоки лучше для рецепта брать кисло-сладкие. Яблоки очищаем от кожуры, убираем сердцевину и нарезаем не очень крупными кубиками, вот таким образом. Добавляем яблоки в тесто, еще раз все хорошо перемешиваем. Вот такое тесто с яблоками должно получиться. Будем выпекать. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. Выкладываем тесто, аккуратно распределяем, закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка 1 час. Вместо режима выпечка можно использовать мультиповар 125 градусов, также 1 час. Прошел час. Вот что получилось. Отключаем подогрев и через 5 минут будем доставать. Достаем пирог с помощью корзины пароварки. Сверху я пирог еще посыплю кокосовой стружкой. Можно посыпать сахарной пудрой для красоты. Вот так выглядит пирог в разрезе. Достаточно высокий, воздушный, а самое главное ароматный. Яблоки придают свою кислинку и изюминку. Пирог получается но очень вкусный. Кокосовая стружка отлично сочетается с кисло-сладкими яблоками. Сам пирог получается воздушный и нежный. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok